Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире Нар настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Капачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно. Как минимум стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Капачах. Не заблудишься. Эй! Эй, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтоб я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я? Я не предатель! Я даже в нар никогда не работал! Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. Парадиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я и пошло-поехало. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтоб восстановить справедливость. Само собой, мне хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Но и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал. Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к нару и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай, вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. И я ни хрена тебе не буду показывать. Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да, похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, чё ты тянешь, решай уже, урод! Игорь, есть минутка? Конечно. А что такое? Я всякого в жизни повидал, но... Никак не могу привыкнуть к тому, что нахожусь внутри. Как это назвать? Внутри пространственно-временного туннеля, соединяющего сингулярности? Ты опять, да? Что опять? Используешь эти ваши заумные словечки, которые для меня ничего не значат. Я не учёный. Извини, привычка. Даже мне очень сложно понять это явление, уж поверь. Или ты просто что-то от нас скрываешь. Глупости. Зачем мне это? Потому что знание — это сила. Или потому что эта штука чернобылит. Может открыть врата в ад, и ты не хочешь, чтобы в этом узнали. И снова глупости. Точно? Ты как волшебник, в руках которого ключ к вселенским тайнам. Как знать, может ты станешь пророком, путешествующим во времени, мистиком зоны. Я верю в науку, а не в магию. Для обывателя это часто одно и то же, друг мой. Таня и... Стоп. Это Борис. Красиво, правда? Это Игорь подарил мне на день рождения. Он такой милый. Из Ленинграда привёз. Просто очаровательно. Крошечная танцовщица. Вот значит, кто ты для него. Я понимаю тебя намного лучше. Ох, Таня, если бы только дала мне шанс. Ох, Таня, если бы только дала мне шанс. Борис, давай не будем к этому возвращаться. Не разрушай нашу дружбу. Об этом можешь не беспокоиться. Я всегда буду твоим лучшим другом. Но я не могу забыть тот вечер. На Серебряном озере в Гатчине. Ты сказала... Что бы ни было между нами, это в прошлом. Пожалуйста. Просто не надо. Ладно, если ты правда этого хочешь. Но ты совершаешь ошибку, Таня. Игорь зарылся в своей книге. Он никогда не разглядит, кто ты на самом деле. Он видит только идеальную славянскую женщину. Хрупкую, удобную и послушную. Рядом с ним ты не сможешь быть собой. Боишься затмить его, преуменьшить его заслуги, отпугнуть. Со мной тебе никогда не придется притворяться. Тем, кем ты не являешься. Собой я могу быть только с Игорем. Не пытайся мной манипулировать. Я сделала свой выбор. И тебе придется с этим смириться. Извини, если я сделала тебе больно. Я не хотела. Давай просто... Чай допьем. Мне нужно быть дома к пяти. Что? Я помню музыкальную шкатулку. Она из Ленинграда. Но Борис... Он что, пытался подкатить к Татьяне? Я ведь доверял этому засранцу. Думаю, все готово. Отлично придумано с музыкальной шкатулкой, товарищ майор. Борис был в контакте с КГБ. Я мог бы и догадаться. Он всегда был чересчур амбициозным. Да, я уверен. Она вот-вот раскроет всю историю. А с ее связями... Неизвестно, удастся ли скрыть от западной прессы проект Дуга. Так что рекомендую действовать быстро, товарищ майор. Нам нужно убедиться, что работа продолжается. Без помех. Она опасный диссидент. Ее нужно устранить. Но Ахименюк... Он нам пока не нужен. В замыслах Амалеева и он не участвует. Слишком наивен для этого. Такого, как он, товарищ Ленин, назвал бы полезным идиотом. Только при этом он гениальный ученый. Спасибо, Борис. Приятно знать, что ты всегда был на моей стороне. И что участвовал в похищении Татьяны. Таня. Таня. Что? Что ты хотела? Татьяна Амалеева, пройдемте с нами. И не шумите, пожалуйста. Давайте обойдемся без сцен. Для вашего же блага. Что происходит? Кто вы такие? Правильнее спросить, кто вы такая. Татьяна Фоминишна Амалеева. Вашему отцу было бы стыдно за вас. Или он знает, что вы собираетесь предать родину. Может, он тоже в этом замешан? Что? Я понятия не имею, о чем вы. Это мы еще посмотрим. Нас ждет долгий разговор. Товарищ Амалеева. Кстати, у нас есть общий друг. Борис нам все о вас рассказал. Спасибо. Нет, он бы никогда... Партия столько сделала для вас. И это ваша благодарность? Забили себе голову западной чепухой. Да-да, мы видели вашу контрабанду. Этот мусор. Просто омерзительно. Не нравится быть порядочной советской женщиной? Надоело притворяться? Что ж, больше не придется. Пора показать свое истинное лицо. Вы революционерка и провокаторша, готовая продать ЦРУ государственные тайны. Я понятия не имею, о чем вы. Пожалуйста, отпустите меня. Что об этом скажет ваш жених, Игорь? Он ведь такой порядочный гражданин. Он начнет вас презирать, когда узнает. А если продолжите сопротивляться, мы нанесем визит вашей семье в Мурманске. Лучше не доводите до этого. От долгой дороги у меня портится настроение. Нет, нет, не надо. Я пойду сама. Вот ты умница. Кто ты? Кто ты? Не подходи ко мне! Не трогай! Не трогай меня! Не трогай меня! Отстань! Боже! Нет! Я больше не вынесу. Боже! Господи, Боже! Нет! Прошу, убей меня! Убей! А-а-а! Не могу поверить. Борис ревновал Таню ко мне. И когда она ему отказала, он в отместку донес на нее в КГБ. Ну и подлец. А ведь я ему доверял. Господи! Я знал, что она ненавидит систему. Но чтобы слить государственные тайны западной прессе, правда ли это? Может быть, я уже не знаю, во что верить. Носорог-3, это синяя птица. Как слышите меня? Прием! Это Носорог-3. Слышу вас хорошо. Прием! Носорог-3, планы изменились. Дед Мороз отправляется в детский сад в Копачах. Расчетное время прибытия через три часа. Обеспечьте сопровождение вертолета. Прием! Будет сделана синяя птица. Выдвигаемся. Будем на месте через два часа. Конец связи. Дед Мороз. Мы с Борисом называли так профессора Семенова. Еще когда были студентами. Возможно ли? Благодаря ему я приехал в Припять много лет назад. Он помог Татьяне получить работу, а теперь сотрудничает с НАР. Ну и верно, у него есть на то причины. Он всегда был настоящим ученым. И он, моя главная надежда найти Татьяну. Я должен с ним встретиться. Он был твоим наставником, да? Попробуй найти его. Если для тебя это так важно. Только будь на чеку. Я всегда на чеку, Оливер. Скорее всего, его будут охранять. Постарайся проскочить незамеченным. Не строй из себя, Рэмбо. О, не ожидал тебя тут увидеть. Ты... Это вы, профессор Семенов? Георгий Семенов с АЭС имени Ленина. Ленина уже давно нет. АЭС еще здесь. Но да, это я. Буду крайне признателен, если вы опустите оружие. Это я, Игорь Хименюк. Знаю, 30 лет прошло. Вы меня не узнаете? Игорь и Татьяна, благодаря вам мы приехали в Чернобыль. Вы помогли нам получить квартиру в Припяти. Конечно. Я теперь вспомнил. Игорь и Татьяна. Вы были мне как родные, как дети. Расскажи мне, как она поживает? Что вы здесь делаете, профессор? Вы... Вы действительно сотрудничаете с НАР. Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеля. Я изучаю местную фауну. Удивительное создание. Очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести. А то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Сеня, да. Похоже, они как-то связаны с Чернобылитом. Ты знаешь о Чернобылите? У тебя была возможность его изучить? Мы могли бы сравнить выводы. Но все-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка. А твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди. Что нового, Игорь? Да ничего вроде. А ты как? Все думаешь об Антоне? Да. Мы с ним немало повидали вместе. Помню, Антон упоминал хашам, кажется. Что там произошло? О, это то еще местечко было. Слыхал о гражданской войне в Сирии? Честно говоря, нет. Я как-то другими вещами интересовался. Ага, как и весь остальной мир. На этих людей всем наплевать. Для крупных игроков, России, США, Китая, большинство таких охваченных войной стран просто полигон для испытания оружия и игры в политику. Это называется гибридной войной. Наемники вроде нас поддерживают армию участников конфликта, поставляют разведданные, снаряжение, технику. Существует негласное правило, что мы никогда не нападаем друг на друга напрямую. Но иногда кто-то переходит кому-то дорогу, и ситуация выходит из-под контроля. Как раз это и случилось в хашами. Войска Асада при поддержке российских наемников сцепились с сирийскими демократическими силами, которых поддерживали США. США применили десятки дронов, истребителей и вертолетов. Они буквально превратили войска противника в пепел. Антон и его сослуживцы ничего не смогли противопоставить такой массированной атаке с воздуха. Он увидел, как умирают его друзья. И сам чудом избежал смерти. Я восхищаюсь вашей храбростью и самоотверженностью. Твоей, Антона. Но я никак не могу понять, почему мы продолжаем убивать друг друга ради какого-то богом забытого клочка земли. Это идет вразрез со всеми моими убеждениями. А я восхищаюсь твоим идеализмом, Игорь. Но ты в меньшинстве. Иногда насилие – единственный способ решения проблемы. Думаю, скоро тебе предстоит в этом убедиться.